Вот и поехали. Матч стартовал. Первое оббрасывание за командой из Челябинска. Юсупа Федосея. Первая пара обороны. Первая тройка сегодня в таком виде будет появляться. Телегин, Сыркмановым и Кулешовым. У СКА при этом отмечаем Карамустова и Ремезовского. А также привычную, самую яркую, самую сыгранную тройку Романов, Ласутин, Демидов. Именно Иван Демидов здесь шеба пытался укротить, но все-таки выбили ее в последний момент. Перевод на лево арте, не карамный слоп. Скидывает вперед под чужую синюю и СКА уже в зоне атаки. Пока, правда, без особого контроля, но борьбу там навязывают и тот же Демидов и Ласутин. Отъясняют Ласутину своего соперника. Играет агрессивно, Шайба отбирает партнер. Прострел без броска, а там уже был Иван Демидов. В принципе, сопровождал его соперник, так что я думаю, на фоне этого именно Демидов шайбу не задел. Демидов передача вперед. Дальше Ласутин обрабатывает, но тяжело это было сделать. Сразу было видно, что очень неудобно принимать. Потратил некоторое время на обработку Шайба Даниил. И поэтому бросок произвести не позволили. Владислав Романов. Восемь шайб в его активе в этом плей-оффе только же у Ивана Демидова. Демидов. Отскок вроде бы был неплохим на Романова, но возле находился еще игрок белых на дверь. Очень долго команды играют без пауз. Горомыслов с видом через Владислава Романова. Короткая скидка, но прочитали здесь все челябинцы. А именно Егор Гервунов очень здорово сыграл. До полуфинала плей-офф в кубке Гагарина и в кубке Харламова, соответственно. Перевод налево. Романов обрабатывает и неудобно было бросать. Там выставлял Крешко защитник Юсупов. Возможно, было неудобно бросать сразу, потому что Романов тот человек, который бросает, в том числе и в касании, неплохо. Повторюсь, Романов и Демидов лучшие бомбардиры и лучшие снайперы всего плей-оффе на 33 попытки. Примерно 5 шансов требуется за игру в среднем, чтобы вновь раскатываются кости. Перевод налево. Романов. Смещение в центр. Скидка направо. Иван Демидов. Почти в каждом матче этого плей-офф он стабильно очки набирает, кроме одного. Но Рокманова теперь 4 плюс 3. Он догореет телеги на пол очка. У Миконовича 1 плюс 3. Пожалуй, один из лучших защитников вообще во прошлом раунде. Ищем в хоккейный город. Игра продолжается. Иван Демидов выходит за лицевую, выкатывается. Там был скорее пас на Романова, который уже готовился к этой передаче, но смогли его клюшку заблокировать. Егоров. Ленящий пас. И, кстати, выполнял-то его неплохо, но как же здорово прочитал ситуацию Якимов. Смог в воздухе шайбу остановить. Причем не просто в воздухе, а там еще шайба летела довольно сильно. 3.45 до перерыва. По броскам створ пока все тоже очень скромно. 6-6. Ответска. Демидов принимает, бросает в дальний. И, по-моему, там был Мидов. Выкатывается на круг бросований и бросает в дальний угол. Я думаю, что подгруз... Не смогли гости выбросить шайбу из зоны. Смещение Киржакова на синюю. Идет дальше перевод налево. Оттуда идет прострел. И в игре. Навязывают борьбу армейцев в зоне атаки. Перехватывает шайбу Федосеев. На льду именно первое сочетание. Если вдруг вы забыли звенья, они представлены сейчас вашему вниманию. Передача. Бросок. Гол. 1-2. И они бывали как раз в том числе в тех матчах, где нужно было забить именно быстрый гол. Здесь идеальная последняя передача Ивана Демидова. Перед этим тоже отмечаем пас. Но и завершает атаку Даниил Лазудин. Вот. Ходим в центр. Демидов. Перевод налево. Демидов. Резкая передача. Поляков. Вмот Демидов. Перевод в центр. Поляков открывался. А теперь открывается еще и Демидов. Перевод в Демидов. Пас на лицевую линию примерно. Открывается и он, и защитник. По-моему, там был индивидуального мастерства. Комбинации, в принципе, не было. Но сейчас ситуация усложняется для хозяев, потому что им гораздо тяжелее меняться. Сохраняем контроль Готи. Перевод направо. Иван Демидов. И в результате вновь Иван Демидов. Уверенный вход в зону. Идет дальше Демидов. Шайба, естественно, держит на крюке. И в последний момент делает передачу. Добивания нет. А вот теперь есть. Это уже Синяткин. Но, наверное, первый шанс, который имел Лазутин, был гораздо острее. Другое дело, что ему момент завершить не удалось. Демидов. Прямо в борьбу. Передача, добивание. В игре голкипер. Синяткин. Пас направо. Демидов. Смещение в сторону центра зоны. Демидов направо, но в коне Лазутину. А вот здесь хороший пас. Завершал Романов. Пас вперед. Неточная передача получается. Перехват Челябинцев. Передача. А Гламзянов. Первое большинство и второе. Это во втором все-таки чуть поострее. Был автосмену, учитывая момент Романова и чуть раньше момент Лазутина. Егоров. Демидов. Скидывает вверх на вершину. Тот переводит налево. Романов. Лазутин играет на усах. И за воротами Синяткин. Гновь Демидов. Через Синяткина. Иван Демидов. Поднимается к Синии. Оказывает свое роскошное катание. Передача направо. Рикошет. И, кстати, она шла в сторону ворот. Алексей Егоров. Скидкер на Хадемидова. Он вновь на своей привычной позиции. Перевод направо. Егоров. Налево. Оттуда идет бросок. Но высоковато шейба пошла. Демидов. Налево. Перевод за лицевой на Синяткина. Плотно поджимаются хозяева к своим воротам. Но, в принципе, они это так и храняют. Там шейба. Плани как сыграл вратарь. Камейка штрафованных за грубость. Лазутин. Играет свою зону. Шейба остается в игре. Вообще, в первом периоде долгое время не было остановок. Ну, там буквально одна на минут семь, наверное. Потом стало их заметно больше во второй половине. Сейчас ситуация, мне кажется, примерно такая же. В первом периоде было 15 сбрасываний. Здесь их уже 14. В 2018 году довольно много времени. Прошло уже целых 6 лет. И ведь это как раз тот сезон, когда помимо белых предвидей в полуфинале КХЛ играл у трака. Не похоже. Сегодня по такому матчу даже не знаю, кого выделить, потому что совершенно разные звенья у команд играют заметные роли. Потому что, например, в первом периоде не только лидеры, очевидно. То, что очень хорошо играет на высоком уровне вне зависимости от соперника. И Демидов именно такой. Кто бы ни был против него, он всегда выдает примерно один очень высокий уровень. Демидов. Короткий пас на партнера Бодренков. Диагональ. Сапунов на Демидова. Иван уже в зоне атаки. Один в один. Пытается обыграть. Падает, но тут же поднимается. Как же все плавно получается. Демидова. Водофен с шайбой. Пас на синей линии. Смечается защитник. Бросает, но не попадает в створ. А Гламзианов. Перевод в свою зону. Да, вот только так приходится действовать, потому что все равно иногда мы видим и некоторое давление. Каждый раз, ну или почти всегда, без проблем, шайбу забирают. Бодренков. Попытался набросить, не получилось. Перехват все равно вроде бы оформил Романов, но и у него быстро забрали. Так нейтрализовали, и шайбу сфиксировали. Последняя минута этого периода. Иван Демидов. Передача в центр. Не удается там долгим образом обработать ее лазутину. Окей, понятное дело. 40 секунд до перерыва. Демидов ушел от стукновения. Причем так было видно, что пытался подловить его соперник, но успел пригнуться, и, наверное, в том числе на фоне катания ушел Иван. И вообще никак его не заели. Вновь Демидов идет до конца, обрабатывает, бросает. По-моему, попал плево. Подбор за катамыслом. Помогает себя для продолжения Демидов. Но там все перекрыто. Вот только здесь, да, Демидов обрабатывает, идет дальше. 11-й ИСКА выбивает там шайбу, и здорово действует соперник. Последние секунды Демидов, и вновь его заблокировали, и на этом заканчивается. Игра продолжается, по крайней мере, в расовании армейцы выиграли. Перевод на Карамы Слованды, дальше диагональ направо. Не получается сделать пас в сторону Демидова. И все это заканчивается потерей, еще и даже двумя попытками бросковыми в исполнении Нигды Телегина. Романов. А Демидова, и он вновь ушел от контакта, передача в центр. Момент-то неплохой. Вот как будто со стороны довольно сильно делал тот самый пас Демидов последний. Возможно, из-за этого было сложно принимать. С неудобный, не в створ на сей раз. Стараются, конечно, хозяева тоже отвечать на эти выпады лидеров СКА. Паркманов. Низом по диагонаре шайба там отскочила от щитка, ну и довольно самое опасное. Но сегодня прямо с трудом приходится пару оборон проходить. В принципе, с самых первых смен это можно было предсказать, учитывая, что команда играли минут 7, почти без пауз, но и моментов не было. Пас на Демидова. Дальше на синюю. Неудобно бросать. Останавливает опять же Киромыслова. А здесь бросает Романов. Отскок за СКА. Попытка добивания была у Лазутина, но шайба там, по-моему, осталась за лицевой линией. Все равно выцерпал ее Киромыслов. Но без нужной остроты. Один против всех покатил ее паров. Он сегодня особо и не показывает свой бросок. А где-то потому, что у соперника уже просто силы закончились. Ну или, по крайней мере, это так потихоньку начинали заканчивать. Демидов. Через левый край. Один в один обыграть не позволяют ему. И еще раз сохраняет шея в угосте Лазутин. А Демидова передачу он бросает низом. Вот так, почти без подготовки. Очень уверенно, очень быстро. Еще раз Демидов, но высоковато. 40 секунд на игру в раундах, но не в полных составах. Демидов. Передача на Романова не прошла. Вот несмотря на все броски Демидова, в том числе и в этой смене, видно, что против него играют особенно плотно. И это понятно. Самый острый игрок в команде. Карамыслов. Передача Лазутин отдавал Демидову. Лазутин. Его тоже оттеснили. естественно. Демидов. Философия. Так. ГОБЩЕ고. Ну, фактически, да, фактически половину бросков Челебенса формили в этом отрезке, но он еще продолжается, во-первых, а во-вторых, я бы не сказал, что опасных было бы достаточно много, скорее даже мало. Романов. Глазутина и вновь назад. Не удается даже выйти из зоны. Телегин. Стянул на себя двоих игроков. Передача на девяткина. Бодренков. Падение защитника домашней команды, но там все было чисто. Все на глазах у Суиди. Игра продолжается 5 на 5. Очень классно сыграл здесь Водренков. Дальше бросок на неточный. Еще одна попытка. Два шанса к ряду имел Иван Силиван. Кедосеев то же самое. Отличный в каждом голе. Защитник сегодня поучаствует. Демидов. Пас вперед. Лазутин. На синий. Егоров. Через Демидова. Один в один обыгрывает Иван. И простреливает на пятачок. Там уже вроде бы оставлял плюшку у Синяткина, но по шайбе не попал. Егоров направо. Бросает Демидов. Плотненько. Но, по-моему, не в створ. Возможно, был контакт с соперником или с Синяткиным тем же самым. Передача. Вновь бросок внизом. Реагирует голкипер. Менее четырех минут на спасение УСКА. Егоров. Перевод на правый край. Хорошая скорость. Наталья вновь первая спецдвигата. В голове с Лазутином. Здесь же играет Демидов. Романов. Через защитника. Смещается здесь Егоров. Бросает. Сам не попадает. Отскок за Челябинском. 3.20 еще играть. Иван Демидов. Отправляется в глубину. Юсупов. Вроде того, оттеснил. Но шайба-то уже была у Синяткина в этот момент. Демидов успел своевременно сделать пас на партнер. 5 секунд. Минус 3. За это время отыграть почти нереально. Лукфулин. Уже в зоне атаки. Передача. Лазутин попытался в воздухе шайбу укоротить и опустить на лед. Не получилось. Бросок из своей зоны. И проб... Так. Можно попробовать убежать. Селиванов. Вратарь все еще в деле. Передача. Обросок внизу. Не такой дешевый до вратаря. Это был блок Сыпнова. Ответская. По сути, 3-2. Передача налево. Лазутин набирает под себя. Бросает. Здорово. Добавить некому. 15 секунд. Пас назад. Егоров. Иван Демидов. Жестко. Но все чисто. Вот и все. Продолжение следует...